секция одиннадцатая рассказов для детей и взрослых всеволода гаршина эта запись проекта ли бревокс является общественным достоянием рассказ происшествия окончании часть 3 я опять забылась и опять проснулась три недели ежедневного шатанья как я только выношу это сегодня у меня болит голова кости все тело тоска скука бесцельные и мучительные рассуждения хоть бы пришел кто-нибудь как будто в ответ на ее мысль в передней зазвенел звонок дома евгения дома пожалуйте ответил голос кухарки неровные торопливые шаги простучали по коридору дверь распахнулась и в ней появился иван иванович он вовсе не был похож на того робкого и застенчивого человека который приходил сюда же два месяца назад шляпа на бекрень цветной галстук уверенный дерзкий взгляд и при этом шатающаяся походка и сильный винный запах надежда николаевна вскочила с места здравствуй начал он я к тебе пришел и он сел на стул у двери не сняв шляпы и развалясь она молчала молчал и он если бы он не был пьян она бы нашла что сказать но теперь она потерялась пока она думала что ей делать он опять заговорил надя вот я и пришел имею права вдруг бешено закричал он и вытянулся во весь рост шляпа упала с его головы черные волосы в беспорядке падали на лицо глаза сверкали вся его фигура выражала такое бешенство что надежда николаевна испугалась на минуту она попробовала говорить с ним ласково слушайте иван иванович я очень буду рада вашему приходу а только идите теперь домой вы выпили лишнее будьте так добры голубчик идите домой приходите когда будете здоровы струсила пробормотал будто про себя иван иванович опять усаживаясь на стул укратилась да за что ты меня гонишь опять отчаянно завопил он за что пить то ведь я из-за тебя начал ведь трезвый был чем ты тянешь меня к себе схожи ты мне он плакал пьяные слезы душили его текли по лицу и попадали в рот искривленные рыданиями он едва мог говорить а ведь другая за счастье бы сочла избавиться от этого ада работал бы я как волл жила бы ты беззаботно спокойно и честно я говори чем я заслужил от тебя ненависть надежда николаевна молчала а что ж ты молчишь закричала говори говори что хочешь только скажи что нибудь пьян я это верно не пьяный не пришел бы сюда знаешь ты как я боюсь тебя когда я в здравом уме ведь ты меня в узелок связать можешь скажешь украдь украду скажешь убей убью знаешь ли ты это наверно знаешь ты умная а ты все видишь если не знаешь надя родная моя пожалей меня и он на коленях ползал перед нею по полу а она неподвижно сидела у стены облокотясь на нее закинутую головою и заложив руки за спину ее взор был устремлен на какую-то одну точку пространства видела ли она что нибудь слышала ли что что она чувствовала при виде этого человека валявшегося у нее в ногах и просившего у нее любви жалость презрение ей хотелось жалеть его но она чувствовала что не может жалеть он возбуждал в ней только отвращение и мог ли возбуждать он иное чувство в этом жалком виде пьяный грязный униженно молящий он уже несколько дней как бросил ходить на службу пил каждый день найдя утешение в вине он стал меньше следить за своей страстью и все сидел дома и пил собираясь силами чтоб пойти к ней и сказать все что он должен был ей сказать он и сам не знал схожу все открою душу вот что мелькало в его пьяной голове наконец он решился пришел начал говорить даже сквозь туман похмелья он сознавал что говорит и делает вещи вовсе не возбуждающие к нему любви и все таки говорил чувствуя что с каждым словом все ниже и ниже куда то падает все ту же и ту же затягивая петлю на своей шее он говорил еще долго и бессвязно речь становилась все медленнее и медленнее и наконец его опьяневшие опухшие веки сомкнулись и откинув голову на спинку стул надежда николаевна меня всякий может ударить не тут не то а мне кажется что этот человек если я дам ему над собой верх замучает меня одним воспоминанием и я не вынесу нет пусть я останусь тем что есть да ведь и не долго оставаться она набросила себе на плечи накидку и вышла из комнаты хлопнув дверью иван иванович проснулся от стука посмотрел вокруг себя бессмысленными глазами и найдя что на стуле спать неудобно с трудом добрался до постели повалился на нее и заснул мертвым сном он проснулся с головной болью на трезвый уже поздно вечером и увидя где он находится тотчас же убежал я вышла из дома сама не зная куда пойду погода была скверная день пасмурный темный мокрый снег падал на лицо и руки гораздо лучше было бы сидеть дома но можно ли мне теперь сидеть там он совсем погибает что мне делать чтобы поддержать его могу ли я изменить свое отношение к нему ах все в моей душе вся моя внутренность и горит я не знаю сама почему я не хочу воспользоваться случаем бросить эту ужасную жизнь освободиться от кошмара если бы я вышел за него новая жизнь новые надежды разве то чувство жалости которое я все-таки чувствую к нему не может перейти в любовь ах нет теперь он готов лизать мои руки а тогда тогда он придавит меня ногою и скажет а ты еще сопротивлялась презренная тварь презирала меня скажет ли он это я думаю что скажет есть у меня одно средство спастись избавиться отличное на которое я уже давно решилась и к которому наверно в конце концов прибегну но мне кажется что теперь еще рано слишком я молода слишком много чувствую в себе жизни жить хочется хочется дышать чувствовать слышать видеть хочется иметь возможность хоть изредка взглянуть на небо на неву а вот и набережная громадные здания с одной стороны а с другой почерневшая нева скоро тронется лед река будет голубая парк на той стороне зазеленеет острова также покроются зеленью хоть и петербургская а все-таки весна и вдруг вспомнилась мне моя последняя счастливая весна была тогда я девочкой семи лет жила у отца и матери в деревне в степи за мною присматривали мало и я бегала где хотела и сколько хотела помню как в начале марта у нас по степным оврагам побежали зашумели реки талой воды как потемнела степь какой удивительный стал воздух такой сырой и отрадный обнажились сперва вершины бугром зазеленела на них травка потом и вся степь зазеленела хотя во врагах еще лежал умиравший снег быстро в несколько дней точно из-под земли совсем готовые выскочили выросли кустики пионов и на них пышные ярко-пурпуровые цветы жаворонки начали петь господи что я сделала такого что еще при жизни меня следовало бросить в ад разве не хуже всякого ада то что я переживаю каменный спуск ведет прямо к проруби что-то потянуло меня спуститься и посмотреть на воду ведь еще рано конечно рано я подожду еще а все таки хорошо было бы стать на этот скользкий мокрый край проруби так сама бы и соскользнула только холодно одна секунда и поплывешь под льдом вниз по реке будешь безумно биться об лед руками ногами головой лицом интересно знать просвечивает ли туда дневной свет я стояла над прорубью неподвижно и долго и уже дошла до того состояния когда человек ни о чем не думает я давно промочила себе ноги а не двигалась с места ветер был не холодный но пронизывал меня насквозь так что я вся дрожала а все-таки стояла и не знаю сколько бы времени продолжалось это оцепенение если бы с набережной кто-то не закричал мне эй мадам сударыня я не обертывалась сударыня пожалуйте на панель кто-то сзади меня начал спускаться по лестнице кроме шарконенок по посыпанным песком ступеням я слышал еще какой-то тупой стук я обернулась спускался городовой стучала его шашка увидев мое лицо он вдруг изменил чинное выражение своей физиономии на грубое и дерзкое подошел ко мне и дернул за плечо убирайся вон отсюда дрянь ты едокая шляетесь везде сунешься с дуру в прорубь потом отвечать за вас за шельма он узнал по моему лицу кто я часть четвертая все тоже и тоже нет возможности ни минуты остаться одной чтобы не схватила за душу тоска что сделать с собой чтобы забыть аннушка принесла мне письмо откуда она я так давно не получала ни от кого писем милостивая государыня надежда николаевна хотя я очень хорошо понял что для вас не составляю ничего но все-таки полагаю что вы добрая девушка и не захотите обидеть меня в первый последний в жизни раз я прошу вас быть у меня так как сегодня мои именины родных и знакомых у меня нет умоляю вас приходите даю вам слово что я ничего не скажу вам обидного или неприятного пожалейте преданного вам ивана никитина пост скриптум о своем недавнем поведении в квартире вашей не могу вспомнить без стыда будьте же у меня сегодня в шесть часов прилагаю адрес и н что это значит он решился написать ко мне тут что-нибудь не совсем просто что он хочет сделать со мною идти или нет странно рассуждать идти или не идти если он хочет заманить меня в западню или для того чтобы убить или но если убьет все же развязка поэтому я оделась попроще и поскромнее смою с лица румяное белило ему все-таки будет приятнее причешу попроще голову как мало у меня осталось волос я причесалась надела черное шерстяное платье черный шарфик белый воротничок и рукавчики и подошла к зеркалу взглянуть на себя я чуть не заплакала увидел нем женщину совсем не похожую на ту евгению которая так хорошо пляшет скверные танцы в разных притонах я увидела вовсе не нахальную на румянинную кокотку с улыбающимся лицом с ухарски взбитым шиньоном с наведенными ресницами это забитая и страдающая женщина бледная тоскливо смотрящая большими черными глазами с темными кругами что-то совсем новое вовсе не я а может быть это то и есть я а вот та евгения которую все видят и знают та что-то чужое насевшие на меня давящие меня убивающие я действительно заплакала и плакала долго и сильно от слез легче становится так твердили мне с самого детства только должно быть это справедливо не для всех не легче мне стало еще хуже каждое рыданье болью отзывалась каждая слеза горько тех кому есть еще какая-нибудь надежда на исцеление и мир тех слезы быть может и облегчают а где она у меня я вытерла слезы и отправилась я без труда нашла номера мадам цукерберг и чухонка горничная показала мне дверь к иван ивановичу можно войти в комнате раздался стук быстро задвигаемого ящика войдите быстро закричал иван иванович я вошла он сидел у письменного стола и заклеивал какой-то конверт мне он даже как будто и не обрадовался здравствуйте иван иванович сказал я здравствуйте надежда николаевна ответил он вставая и протягивая мне руку что-то нежное мелькнуло у него на лице когда я протянула ему свою но тотчас же и исчезла он был серьезен и даже суров благодарю вас что пришли зачем вызывали меня спросила я боже мой неужели вы не знаете что значит для меня видеть вас впрочем этот разговор для вас неприятен мы сидели и молчали чухонка принесла самовар иван иванович подал мне чай и сахар потом поставил на стол варенье печенье и конфект полбутылки сладкого вина извините меня за угощение надежда николаевна вам быть может неприятно но не сердитесь будьте добры заварите чай налейте кушайте вот конфекты вино я стала хозяйничать а он сел против меня так что его лицо оставалось в тени и принялся рассматривать меня я чувствовала на себе его постоянный и пристальный взгляд и чувствовала что краснею я на минуту подняла глаза но сейчас же опять опустила потому что он продолжал серьезно смотреть мне прямо в лицо что это значит неужели эта обстановка скромное черное платье отсутствие нахальных лиц пошлых речей подействовали на меня так сильно что я опять превратилась скромную и конфузливую девочку какую была два года тому назад мне стало досадно скажите пожалуйста что вы выпучили на меня глаза выговорила я с усилием но бойко иван иванович вскочил и заходил по комнате надежда николаевна не говорите так грубо побудьте хоть час такую какую вы сюда пришли но я не понимаю зачем вы меня позвали неужели только за тем чтобы молчать и смотреть на меня да надежда николаевна только за этим вам ведь это особого огорчения не сделает а мне утешение в последний раз на вас посмотреть вы были так добры что пришли и в этом платье такую как теперь я этого не ждал и за это вам еще больше благодарен она чего же последний раз иван иванович я ведь выезжаю куда далеко надежда николаевна я вовсе сегодня не именинник я так не знаю сам почему написал а мне просто хотелось еще раз на вас посмотреть хотел я сначала пойти и ждать когда вы выйдете да уж как то решил спросить вас к себе и вы были так добры что пришли дай вам бог за это всего хорошего мало хорошего впереди иван иванович да для вас мало хорошего впрочем ведь вы сами знаете лучше меня что для вас впереди голос иван ивановича задрожал мне лучше прибавил он потому что я уеду и его голос задрожал еще более мне стало невыразимо жалко его справедливо ли все то дурное что я чувствовала против него за что это грубо и резко оттолкнуло его но теперь уже поздно я встала и начала одеваться иван иванович вскочил как ужаленный вы уже уходите взволнованным голосом спросил он да надо идти вам надо опять туда надежда николаевна да давайте я лучше убью вас сейчас он говорил это шепотом схватив меня за руку и смотря на меня большими растерянными глазами ведь лучше скажите да ведь вам иван иванович за это в сибирь идти я вовсе не хочу этого в сибирь разве я от того не могу убить вас что сибири боюсь я не от того я не могу вас убить потому что да как же я убью вас да как же я убью тебя задыхаясь выговорил он ведь я он схватил меня поднял как ребенка на воздух душа в объятиях и осыпая поцелуями мое лицо губы глаза волосы и так же внезапно как внезапно это случилось поставил меня на ноги и быстро заговорил идите идите простите меня но ведь это в первый и последний раз не сердитесь на меня идите надежда николаевна я не сержусь иван иванович идите идите благодарю что пришли он выпроводил меня и тотчас же заперся на ключ я стала спускаться с лестницы сердце ныло еще больше прежнего пусть он едет и забудет меня останусь доживать свой век довольно сентиментальничать пойду домой я прибавила шагу и думала уже о том какое платье надену и куда отправлюсь на сегодняшний вечер вот и кончен мой роман маленькая задержка на скользком пути теперь покачусь свободно без задержек все ниже и ниже да ведь он теперь стреляется вдруг закричала что-то у меня внутри я остановилась как в копанное в глазах у меня потемнело по спине побежали мурашки дыхание захватило да он теперь убивает себя он захлопнул ящик это вон револьвер рассматривал письмо писал в последний раз бежать быть может еще успею господи удержи его господи оставь его мне смертельный неиспытанный ужас охватил меня я бежала назад как безумная налетая на прохожих не помню как я вбежала по лестнице помню только глупое лицо чухонки впустивший меня помню длинный темный коридор с множеством дверей помню как я кинулась к его двери и когда я схватилась за ее ручку за дверью раздался выстрел отовсюду выскочили люди бешено завертелись вокруг меня вместе с коридором дверьми стенами и я упала и в моей голове тоже все завертелось исчезла конец рассказа происшествия секция двенадцатая Всеволод Гаршин рассказы для детей и взрослых эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием очень коротенький роман стужа холод январь на дворе и дает себя знать всякому бедному люду дворником городовым всем кто не может спрятать нос в теплое место он дает себя знать конечно и мне не потому что бы я не нашел себе теплого угла а по моей собственной фантазии в самом деле зачем я брожу по пустой набережной четырехрожковые фонари ярко горят хотя ветер врывается в фонарь и заставляет газовое пламя плясать от их яркого света темная масса роскошного палаццо а особенно его окна кажутся еще мрачнее в огромных зеркальных стеклах отражается метель мрак воет стонет ветер над ледяной пустыней невы динь-динь-динь раздается сквозь вихрь это куранты крепостного собора звонят и каждый удар заунывного колокола совпадает со стуком моей деревяшки об обледенелые гранитные плиты и с ударами моего больного сердца о стенке его тесного помещения я должен представиться читателю я молодой человек на деревянной ноге быть может вы скажете что я подражаю Диккенсу помните Сайлас Бег литературный человек с деревянной ногой в романе Our Common Friend нет я не подражаю я действительно молодой человек на деревянной ноге только я сделался им так недавно динь-динь-динь-динь куранты бьют сначала свое заунывное господи помилуй а потом час еще только час еще семь часов до света тогда эта черная полная мокрого снега ночь уйдет и даст место серому дню пойду ли я домой не знаю мне решительно все равно мне не нужно сна весною я тоже любил прохаживать целые ночи напролет на этой набережной ах какие это были ночи что лучше их это не душная ночь юга с его странным черным небом и большими звездами преследующими нас своими взглядами здесь все светло и нарядно разноцветное небо холодно и красиво известное по месяцу слову заря во всю ночь золотит север и восток воздух свеж и резок нива нива катится гордая и светлая и спокойно плещет маленькими волнами о камне набережной и на этой набережной стою я и на мою руку опирается девушка и эта девушка ах милостивые государыни и господа зачем я начал рассказывать вам о своих ранах но уж таково глупое бедное человеческое сердце когда оно ранено оно мечется навстречу каждому встречному и ищет облегчения и не находит его это совершенно понятно кому нужен дырявый ништопанный чулок всякий старается отбросить его носком подальше от своей ноги мое сердце еще не нуждалось в штопанье когда весною этого года я познакомился с Машею наверное самую лучшую из всех Маш в мире познакомился я с нею на этой самой набережной которая вовсе не была так холодна как теперь и у меня была настоящая нога вместо этой скверной деревяшки настоящая стройная нога такая же как и моя оставшаяся левая я вообще был довольно строен и уж конечно не походил как теперь на какого-то скоряку дурное слово но теперь мне не до слова и так я познакомился с нею случилось это очень просто я шел она шла я вовсе не волокита то есть не был волокитаю потому что я теперь с деревяшкой не знаю что-то меня толкнуло и я заговорил прежде всего конечно о том что я вовсе не из тех наглецов и так далее а потом о том какие у меня чистые намерения и прочее и прочее и моя добродушная физиономия на которой теперь толстая складка повыше переносия очень мрачная складка успокоила девушку я проводил ее до галерной улицы и до самого дома где она жила она возвращалась от своей старой бабушки жившей у летнего сада к которой она каждый вечер ходила читать романы бедная бабушка была слепа теперь бабушка умерла в этом году умерло так много и не старых бабушек мог умереть и я и даже очень мог уверяю вас но я выдержал господа сколько горя может выдержать человек вы не знаете и я тоже не знаю очень хорошо Маша приказала мне быть героем и потому мне нужно было ехать в армию времена крестовых походов прошли рыцари исчезли но если любимая девушка скажет вам это кольцо я и бросит его в огонь пожара ну хоть самого большого пожара положим фейгинской мельницы как это было давно разве вы не броситесь чтобы его достать ах какой он странный конечно нет отвечаете вы конечно нет я отправлюсь к Буду и куплю ей новое в десять раз дороже и она скажет что она теперь уже не то а это дорогое кольцо никогда не поверю впрочем я не вашего закона читатель быть может та женщина которая вам нравится и сделает так вы ведь наверное владелец многих сотен акций и может быть даже член Грегор и Ко вы даже в Бухарест выписываете стрекозу для развлечения помните быть может в детстве вам случалось наблюдать бабочку налетевшую на огонь вы тогда тоже развлекались бабочка трепетала лежа на спине и махая коротенькими опаленными крыльями вы находили это интересным потом бабочка надоедала вам и вы давили ее пальцем бедная созданница перестала страдать ах благосклонный читатель если бы вы могли придавить пальцем и меня чтобы и я перестал страдать она была странная девушка когда объявили войну она несколько дней ходила мрачная молчаливая я ничем не мог развлечь ее послушайте сказала она мне однажды вы честный человек могу допустить это отвечал я честные люди делом подтверждают свои слова вы были за войну вы должны драться она хмурила брови и крепко жала мою руку своей маленькой ручкой я смотрел на машу и серьезно сказал ей да когда вы вернетесь я буду вашей женой говорила она мне на дебаркадере вернитесь слезы душили меня я чуть не разрыдался но я был тверд и нашел силы ответить маша помните маша честные люди делом подтверждают свои слова докончила она фразу я прижал ее последний раз к сердцу и бросился в вагон я пошел драться из-за маши но я честно исполнил свой долг и относительно родины я бодро шел по румынии под дождем и пылью в жар и холод я самоотверженно грыз сухари компании когда случилась первая встреча с турками я не струсил за это мне дали крест и произвели в унтер офицеры когда случилась вторая встреча что-то хлопнуло и я хлопнулся о землю стон туман доктор в белом переднике с окровавленными руками сестры милосердия моя отрезанная нога с родимым пятном ниже колена все это как сон пролетело мимо меня санитарный поезд с комфортабельнейшими постелями и на изящнейшую уполномоченную дамою летит и несет в Петербург когда покидаешь город как следует двуногий а возвращаешься в него с одной ногой и обрубком вместо другой это чего-нибудь стоит поверьте мне меня положили в госпиталь это было в июле я просил отыскать в адресном столе адрес Марии Ивановны Г и добродушный сторож солдат принес мне его все там же на галерной я пишу письмо другое третье и не получаю ответа мой добрый читатель я рассказал вам уже все вы мне конечно не поверили и история невероятная какой-то рыцарь и какая-то коварная изменница точь-в-точь старый роман мой проницательный читатель вы напрасно не верили мне есть такие рыцари и кроме меня наконец мне приделали деревяшку и я мог сам узнать что было причиной умолчания Маши я доехал до галерной на извозчике потом заковылял по длинной лестнице как я взлетал на нее восемь месяцев тому назад наконец вот и дверь я звоню с замиранием сердца за дверью слышны шаги старая горничная авдотья отворяет мне и я не слушая ее радостных возгласов бегу если можно бежать на разнокалиберных ногах в гостиную Маша она не одна она сидит со своим дальним родственником очень хорошим молодым человеком который при мне кончал курс в университете и рассчитывал получить очень хорошее место оба они очень нежно вероятно по случаю деревяшки поздоровались со мною но оба были сконфужены через четверть часа я все понял я не хотел становиться поперек их счастья проницательный читатель ехидно улыбается неужели вы хотите чтобы я верил всем этим роскоязням кто же уступит любимую девушку какому-нибудь шалопаю даром ну во первых он вовсе не шалопай а во вторых я бы пожалуй сказал вам что во вторых но вы не поймете вы не поймете потому что не верите что в наше время есть добро и правда вы бы предпочли несчастье трех людей несчастье у вас одного вы не верите мне проницательный читатель и не верьте бог с вами третьего дня была свадьба я был шафером я гордо исполнял свои обязанности при церемонии во время которой драгоценнейшее для меня существо отдавало себя другому Маша иногда робко взглядывала на меня и ее муж обращался со мною так смущенно внимательно на свадьбе было весело пили шампанское немцы родственники кричали их ох и называли меня русский герой Маша и ее муж были лютеране а а а вопит проницательный читатель вот вы и попались господин герой для чего вам понадобилось литеранское исповедание а для того что в декабре православных не венчают вот и все и все ваши роскости не чистая выдумка думайте что хотите проницательный читатель мне это решительно все равно если бы вы походили со мною этими декабрьскими ночами по дворцовой набережной послушали бы со мною бури и куранты стук моей деревяшки если бы вы прочувствовали что у меня делается на душе в эти зимние ночи вы бы поверили динь-динь динь-динь куранты бьют четыре часа пора идти домой броситься на одинокую холодную постель и уснуть до свидания читатель конец очень коротенького романа 1878 год секция тринадцатая рассказов для детей и взрослых Всеволода Гаршина эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием рассказ встреча на десятки верст протянулась широкая и дрожащая серебряная полоса лунного света остальное море было черно до стоявшего на высоте доходил правильный глухой шум раскатывавшихся по песчаному берегу волн еще более черные чем самое море силуэты судов покачивались на рейде один огромный пароход вероятно английский подумал Василий Петрович поместился в светлой полосе луны и шипел своими парами выпуская их клочковатой тающей в воздухе струей с моря несло сырым и соленым воздухом Василий Петрович до сих пор не видавший ничего подобного с удовольствием смотрел на море лунный свет пароходы корабли и радостно в первый раз в жизни вдыхал морской воздух он долго наслаждался новыми для него ощущениями повернувшись спиной к городу в который приехал только сегодня и в котором должен был жить многие и многие годы за ним пестрая толпа публики гуляла по бульвару слышалась то русская то нерусская речь то чинные и тихие голоса местных почтенных особ то щебетание барышень громкие и веселые голоса взрослых гимназистов ходивших кучками около двух или трех из них взрыв хохота в одной из таких групп заставил василия петровича обернуться веселая гурьба шла мимо один из юношей говорил что-то молоденькой гимназистке товарищи шумели и перебивали его горячую и по-видимому оправдательную речь не верьте Нина Петровна все врет выдумывает да прав же я нисколько не виноват если вы шевырев еще когда-нибудь вздумаете меня обманывать принужденно чинным молодым голосом заговорила девушка конца Василий Петрович недослышал потому что гурьба прошла мимо через полминуты из темноты вновь послышался взрыв смеха вот она моя будущая нива на которой я как скромный пахаре буду работать подумал Василий Петрович во-первых потому что он был назначен учителем в местную гимназию а во-вторых потому что любил фигуральную форму мысли даже когда не высказывал ее вслух да придется работать на этом скромном поприще подумал он вновь садясь на скамью лицом к морю где мечты о профессоре о публицистике о громком имени не хватило пороху брат Василий Петрович на все эти затеи попробуй-ка здесь поработать и красивые и приятные мысли зашевелились в голове нового учителя гимназии он думал о том как он будет с первых классов гимназии угадывать искру божию в мальчиках как будет поддерживать натуры стремящиеся сбросить с себя иготь тьмы как под его надзором будут развиваться молодые свежие силы чуждые житейской грязи как наконец из его учеников со временем могут выйти замечательные люди даже такие картины рисовались в его воображении сидит он Василий Петрович уже старый седой учитель у себя в своей скромной квартирке и посещают его бывшие его ученики и один из них профессор такого-то университета известный у нас и в Европе другой писатель знаменитый романист третий общественный деятель тоже известный и все они относятся к нему с уважением это ваши добрые семена запавшие в мою душу когда я был мальчиком сделали из меня человека уважаемый Василий Петрович говорит общественный деятель и с чувством жмет руку своему старому учителю впрочем Василий Петрович недолго занимался такими возвышенными предметами скоро мысль его перешла на вещи непосредственно касавшиеся его настоящего положения он вынул из кармана новый бумажник и пересчитав свои деньги начал размышлять о том сколько у него останется за покрытием всех необходимых расходов как жаль что я так необдуманно тратил деньги дорогою подумал он квартира ну положим рублей двадцать в месяц стол белье чай табак тысячу рублей в полгода во всяком случае с берегу наверное здесь можно будет достать уроки по хорошей цене это к рубля по четыре по пяти чувство довольства охватило его и ему захотелось полезть в карман где лежали два рекомендательных письма на имя местных тузов и в двадцатый раз перечесть их адреса он вынул письма бережно развернул бумагу в которой они были завернуты но прочесть адреса ему не удалось потому что лунный свет не был достаточно силен чтобы доставить Василию Петровичу это удовольствие вместе с письмами была завернута фотографическая карточка Василий Петрович повернул ее прямо к месяцу и старался рассмотреть знакомые черты о моя Лиза проговорил он почти вслух и вздохнул не без приятного чувства Лиза была его невеста оставшаяся в Петербурге и ожидавшая пока Василий Петрович не скопит тысяч рублей которую молодая чета считала необходимую для первоначального обзаведения вздохнув он спрятал в левый боковой карман карточку и письма и принялся мечтать о будущей семейной жизни и эти мечты показались ему еще приятнее чем даже мечты об общественном деятеле который приедет к нему благодарить за посеянные в его сердце добрые семена море шумело далеко внизу ветер становился свежее английский пароход вышел из полосы лунного света и она блестела сплошная и переливалась тысячами матово-блестящих всплесков уходя в бесконечную морскую даль и становясь все ярче и ярче не хотелось встать со скамьи оторваться от этой картины и идти в тесный номер гостиницы в котором остановился Василий Петрович однако было уже поздно он встал и пошел вдоль по бульвару господин в легком костюме из шелковой сырцовой материи и в соломенной шляпе с навернутым на тулею кисейным полотенцем летний костюм местных щеголей встал со скамейки мимо которой проходил Василий Петрович и сказал позвольте закурить сделайте одолжение ответил Василий Петрович красный отблеск озарил знакомое ему лицо Николай друг мой ты ли это Василий Петрович он самый ах как я рад вот не думал не гадал говорил Василий Петрович заключая друга в объятия и троекратно лапзая его какими судьбами очень просто на службе а ты как я учителем гимназии сюда назначен только что приехал где что остановился если в гостинице едем пожалуйста ко мне я очень рад видеть тебя у тебя ведь нет здесь знакомых поедем ко мне поужинаем поболтаем вспомним старину поедем поедем согласился Василий Петрович я очень очень рад приехал сюда как в пустыню и вдруг такая радостная встреча извозчик закричал он не нужно не кричи Сергей давай громко и спокойно произнес друг Василия Петровича к тротуару подкатилась щегольская коляска хозяин вскочил в нее Василий Петрович стоял на тротуаре и в недоумении смотрел на экипаж вороных коней и толстого кучера Кудряшов эти лошади твои мои мои что не ожидал удивительно ты ли это а кто ж другой как не я ну полезай в коляску еще успеем поговорить Василий Петрович влез в коляску уселся рядом с Кудряшова и коляска покатилась дребезжа и подскакивая по мостовой Василий Петрович сидел на мягких подушках и покачиваясь улыбнулся что за притча думал он давно ли Кудряшов был беднейшим студентом а теперь коляска Кудряшов положив вытянутые ноги на переднюю скамейку молчал и курил сигару через пять минут экипаж остановился ну братец выходи покажу тебе мою скромную хижину сказал Кудряшов сойдя с подножки и помогая Василию Петровичу вылезти прежде чем войти в скромную хижину гость окинул ее взглядом луна была за нею и не освещал ее поэтому он мог заметить только что хижина была одноэтажная каменная в десять или двенадцать больших окон зонтик на колонках с завитками кое-где позолоченными висел над дверью из тяжелого дуба с зеркальными стеклами бронзовой ручкой в виде птичьей лапы держащей хрустальный многогранник и блестящей медной доской с фамилией хозяина однако хижина у тебя Кудряшов это не хижина а так сказать палаццо сказал Василий Петрович когда они вошли в переднюю с дубовой мебелью изъявшим черной пастью камином неужели собственная нет брат до этого еще не дошло нанимаю недорого полторы тысячи полторы протянул Василий Петрович выгоднее платить полторы тысячи чем затратить капитал который может дать гораздо больший процент если не обращен в недвижимость да и денег много нужно ведь уж если строить так не этакую дрянь дрянь воскликнул в изумлении Василий Петрович ну конечно дом неважный ну пойдем пойдем скорее Василий Петрович успел уже снять пальто и направился за хозяином обстановка квартиры Кудряшова дала новую пищу его удивлению целый ряд высоких комнат с паркетными полами оклеенных дорогими тисненными золотом обоями столовая под дуб с развешанными по стенам плохими моделями дичи с огромным резным буфетом с большим круглым столом на который лился целый поток света из висячей бронзовой лампы с молочным абажуром зал с роялем множеством разной мебели из гнутого бука диванчиков скамеек табуреток стульев с дорогими литографиями и скверными олеографиями в раззолоченных рамах гостиная как водится с шелковую мебелью и кучей ненужных вещей казалось хозяин квартиры вдруг разбогател выиграл двести тысяч что ли и на скорую руку устроил себе квартиру на широкую ногу все было куплено сразу куплено не потому что было нужно а потому что в кармане зашевелились деньги нашедшие себе выход для покупки рояля на котором насколько знал василь петрович кудряшов мог играть только одним пальцем скверной старой картиной одной из десятков тысяч приписываемых второстепенному фламандскому мастеру на которую наверное никто не обращал внимание шахматов китайской работы которые нельзя было играть так они были тонкие воздушные но в головках у которых было выточено по три шарика заключенных один в другой и множество других ненужных вещей друзья вошли в кабинет здесь было удобнее большой письменный стол заставленный разную бронзовую и фарфоровую мелочью заваленный бумагами чертежными и рисовальными принадлежностями занимал середину комнаты по стенам висели огромные раскрашенные чертежи и географические карты а под ними стояли два низеньких турецких дивана с шелковыми мутаками кудряшов обняв Василия Петровича за талию повел его прямо к дивану и усадил на мягких тюфяках ну очень рад очень рад встретить старого товарища сказал он я тоже знаешь ли приехал как в пустыню и вдруг такая встреча знаешь ли Николай Константинович при виде тебя так много зашевелилось в душе так много воскресло в памяти воспоминаний о чем это ну как о чем о студенчестве о времени когда жилось так хорошо если не в материальном то в нравственном отношении помнишь что помнить то как мы с тобой собачью колбасу жрали будет брат надоело сигару хочешь регалия империалия или как это знаю только что полтинник штука василь петрович взял из ящика предлагаемую драгоценность вынул из кармана ножичек обрезал кончик сигары закурил ее и сказал Николай Константинович я решительно как во сне каких-нибудь несколько лет и у тебя такое место что место место брат плюнь да отойди как же это да ты сколько получаешь каких жалованье ну да содержание жалованье получаю я инженер губернский секретарь кудряшов второй тысячу шестьсот рублей в год василь петровича вытянулось лицо как же это откуда это все брат простота ты откуда из воды и земли из моря из суши а главное вот откуда и он ткнул себя указательным пальцем в лоб видишь вон эти картинки что по стенам висят вижу ответил василь петрович что же дальше знаешь ли что это нет не знаю василь петрович встал с дивана и подошел к стене синяя красная бурая и черная краски ничего не говорили его уму равно как и какие-то таинственные цифры около точеных линий сделанных красными чернилами что это такое чертежи чертежи это чертежи но чего прав друг мой не знаю чертежи эти изображают милейший василь петрович будущий мол знаешь что такое мол ну конечно ведь я все таки учитель русского языка мол это такая как бы сказать ну плотина что ли именно плотина плотина служащая для образования искусственной гавани на этих чертежах изображен мол который теперь строится ты видел море сверху ну как же конечно необыкновенная картина но построек я не заметил мудреной заметить сказал кудряшов со смехом этот мол почти весь не в море василь петрович а здесь на суше где же это да вот у меня и у прочих строителей у кноблохо пуйциковского и прочих это между нами конечно тебе я говорю это как товарищу что ты так уставился на меня дело самое обыкновенное послушай это наконец ужасно неужели ты говоришь правду неужели ты не брезгаешь нечистыми средствами для достижения этого комфорта неужели все прошлое служило только для того чтобы довести тебя до и ты так спокойно говоришь об этом стой стой Василий Петрович пожалуйста без сильных выражений ты говоришь нечестные средства ты мне скажи сперва что значит честно и что значит нечестно сам я не знаю быть может забыл а думаю что и не понимал да сдается мне и ты собственно говоря не помнишь а так только напяливаешь на себя какой-то мундир да и вообще ты это оставь прежде всего это невежливо уважай свободу суждения ты говоришь нечестно говори пожалуйста но не брони меня ведь я не ругаю тебя за то что ты ни одного со мной мнения все дело брат во взгляде в точке зрения а так как их много точек этих то плюнем мы на это дело и пойдем в столовую водку пить и о приятных предметах разговаривать ах николай николай больно мне смотреть на тебя о это ты можешь можешь душой болеть сколько тебе угодно пусть будет больно пройдет приглядишься присмотришься сам скажешь какая я однако телятина так и скажешь помни мое слово пойдем ка выпьем по рюмочке и забудем о заблудших инженерах на то и мозги дружище чтоб заблуждаться ведь ты учитель мой любезный сколько будешь получать а ах тебе все равно ну например ну тысячи три заработаю с частными уроками вот видишь за три то тысячи таскаться всю жизнь по урокам а я сижу себе да посматриваю хочу делаю хочу нет если бы фантазия пришла хоть целый день в потолок плевать и то можно а денег денег столько что они вещь для нас пустая в столовой куда они вошли все было готово для ужина холодный рост биф возвышался розовой горой банки с консервами пестрели разноцветными английскими надписями и яркими рисунками целый ряд бутылок воздвигался на столе приятели выпили по рюмке водки и приступили к ужину кудряшов ел медленно и с расстановкою он совершенно углубился в свое занятие Василий Петрович ел и думал думал и ел он был в большом смущении и решительно не знал как ему быть по принятым им убеждениям он должен был бы поспешно скрыться из дома своего старого товарища и никогда в него больше не заглядывать ведь этот кусок краденый думал он положив себе в рот кусок и прихлебывая подлитое обязательным Наблюдать, — мелькнуло у него в голове в виде оправдания, после чего он и сам перед собой сконфузился. — Для чего мне наблюдать? Писать ли я, что ли? — Эткого мяса, — начал Кудряшов, — ты обрати внимание, не достанешь в целом городе. И он рассказал Василию Петровичу длинную историю о том, как он обедал у Кмоблоха, как его поразил своим достоинством поданный Ростбиф, как он узнал, откуда доставать такой, и как, наконец, достал. — Ты попал как раз, кстати, — сказал он в заключении рассказа о мясе. — Едал ли ты что-нибудь подобное? — Действительно, Ростбиф отличный, — ответил Василий Петрович. — Превосходный братец! Я люблю, чтобы все было как следует. Да что-то не пьешь, постой, вот я тебе налью вина. Последовала не менее длинная история о вине, в которой участвовали и английский шкипер, и торговый дом в Лондоне, и тот же Кмоблох, и таможня. Рассказывая о них, Кудряшов попивал его, и по мере того, как пил, оживлялся. На щеках его вялого лица обозначились румяные пятна, речь становилась быстрее и оживленнее. — Да что ж ты молчишь, наконец? — спросил он Василия Петровича, который действительно упорно молчал, выслушивая эпопеи о мясе, вине, сыре и прочих благодатях, украшавших собою стол инженера. — Так, брат, не говорится что-то? — Не говорится, от вздор. Ты, я вижу, все еще киснешь по поводу моего признания. Жалею, очень жалею, что сказал. С большим бы удовольствием поужинали, если б не этот проклятый мол. — Да ты лучше не думай об этом, Василий Петрович, брось. — О, Васенька, плюй, браво. Что ж делать, братец? Не оправдал я надежды. Жизнь не школа. — Да, я не знаю, долго ли ты удержишься на своей стезе. — Пожалуйста, не делай обо мне предположений, — сказал Василий Петрович. — Обиделся. Конечно, не удержишься. Что дало тебе твое бескорыстие? — Разве ты теперь спокоен? Разве не думаешь каждый день о том, согласны ли твои поступки с твоими идеалами? И не убеждаешься ли каждый день в том, что не согласны? Ведь правда, а? — Выпей вина. Хорошее вино. Он налил и себе рюмку, посмотрел на свет, попробовал, щелкнул губами и выпил. — Ведь вот, любезный мой друг, ты думаешь, я не знаю, какая у тебя в голове теперь мысль сидит. — Да подлинно знаю. — Зачем, — думаешь ты, — я у этого человека сижу? Очень он мне нужен. Разве не могу я обойтись без его вина и сигар? — Постой, постой, дай договорить. Я вовсе не думаю, что ты сидишь у меня из-за вина и сигар. Вовсе нет. Если бы ты очень захотел их, так не стал бы лизоблюдничать. Лизоблюдство — вещь очень тяжелая. Ты сидишь у меня и говоришь со мной просто потому, что не можешь решить, действительно ли я преступник. Не возмущаю я тебя, да и все. Конечно, для тебя это очень обидно, потому что в твоей голове расположены под разными рубриками убеждения, и подогнанный под них я, твой бывший товарищ и друг, оказываюсь мерзавцем. А между тем вражды ко мне ты никакой чувствовать не можешь. Убеждений убеждениями, а я сам по себе товарищ, добрый, малый и даже, можно сказать, добрый человек. Ведь ты ж знаешь, что я не способен никого обидеть. — Постой, Кудряшов, откуда у тебя все это? — Василий Петрович обвел рукой. — Сам, говоришь, чужое. — Ну, тот и обижен, у кого похищено. — Легко сказать, у кого похищено. Я вот думаю, кого я обидел, и все не могу понять, кого. — Ты не знаешь, как это дело делается. Я расскажу тебе, и ты, может быть, согласишься со мною, что найти обиженного не так-то легко. Кудряшов позвонил, явилась бесстрастная лакейская фигура в черном фраке. — Иван Павлович, принеси мне из кабинета чертеж, между окнами висит. Ты посмотри, Василий Петрович, тело-то какое грандиозное. Право, я даже поэзию в нем нынче находить стал. Конец первой части рассказа встречи. Продолжение следует. Секция четырнадцатая Рассказов для детей и взрослых Всеволода Гаршина Эта запись «Либривокс» является общественным достоянием. Рассказ «Встреча» окончании Иван Павлович бережно принес огромный лист, наклеенный на калинкор. Кудряшов взял его, раздвинул около себя тарелки, бутылки и рюмки и расположил чертежно забрызганные красным вином скатерти. — Посмотри сюда, — сказал он. Вот тебе поперечный разрез нашего мола, вот его продольный разрез. Видишь голубую краску? Это море. Глубина его здесь настолько велика, что начинать кладку со дна нельзя. Поэтому мы приготовляем для мола прежде всего постель. — Постель? — спросил Василий Петрович. — Странное название. — Постель каменную, из огромных булыжников, не меньше одного кубического фута объемом. Кудряшов отвинтил от часового ключика крошечный серебряный циркуль и взял им на чертеже какую-то маленькую линию. — Смотри, Василий Петрович, это сажень. — Если мы ею смерим постель поперек, то окажется без малого пятьдесят сажен ширины. Не узка постелька, не правда ли? Такой ширины каменная масса выводится со дна моря до шестнадцати футов ниже его поверхности. Если ты сообразишь ширину постели и огромную длину, то можешь иметь некоторое представление о громадности этой массы камня. Иногда, знаешь ли, целый день барка за баркой подходит к молу, барка за баркой выбрасывает свой груз. Осмеряешь — приращение самое ничтожное. Точно в бездну валят камень. Постель выкрашена здесь на плане грязно-серой краской. Ее подвигают вперед, а от берега начинается на ней уже другая работа. Паровыми кранами спускают на эту постель огромнейшие искусственные камни, кубические глыбы, слепленные из булыжника и цемента. Каждый такой кусок величиной в кубическую сожень и весят многие сотни пудов. Пар поднимает их, поворачивает и укладывает рядами. Странное чувство испытываешь, когда легким нажатием руки заставляешь такую массу подниматься и опускаться по своему желанию. Когда такая масса повинуется тебе, чувствуешь могущество человека. Видишь, вот они, эти кубики. Он показал циркулем. Кладка из них доводится почти до поверхности воды, а на ней начинается уже верхняя каменная кладка из тесаного камня. Так вот какое это дело. Оно не уступит любой египетской пирамиде. А вот тебе в общих чертах работа, которая тянется уже несколько лет. А сколько времени протянется, бог знает. Нет, желательно бы, чтобы подольше. Впрочем, если она будет идти так, как в последнее время, то, пожалуй, на наш век хватит. — Ну что ж дальше? — спросил Василий Петрович после долгого молчания. — Дальше. Ну, а мы сидим на своих местах и получаем сколько следует. Я еще не вижу из твоего рассказа возможности получать. — Молод ты и вот что! Впрочем, мы с тобой, кажется, ровесники, только опыт, которого тебе не хватает, умудрил, состарил меня. — Дело вот в чем. Тебе известно, что во всяком море бывают бури. Они-то и действуют. Они размывают каждый год постель, а мы кладем новую. — Все же я не вижу возможности. — Кладем мы ее, — спокойно продолжал Кудряшов, — на бумаге, вот здесь, на чертеже, потому что только на чертеже буря ее и размывает. Василий Петрович весь превратился в недоумение. — Потому что не могут же на самом деле размыть постель волны, достигающие только восьми футов высоты. Наше море — не океан, да и там такие молы, как наш, выдерживают, а у нас, на двух с лишним сожжениях глубины, где кончается постель, почти что мертвая тишина. Слушай, Василий Петрович, как дела делаются. — Весною, после осенних и зимних непогод, мы собираемся и ставим вопрос, сколько в этом году размыло постели. Берем чертежи и отмечаем, ну и пишем, куда следует. Размыло, дескать, бурями столько-то и столько-то кубических сожей начатых работ. Оттуда отвечают. — Стройте, чините, черт с вами. Ну, мы и чиним. — Да что же вы чините-то? — Да карманы себе чините. Сострил Кудряшов и сам рассмеялся в своей остроте. — Нет, это невозможно! — Невозможно! — закричал Василий Петрович, вскакивая со стула и бегая по комнате. — Слушай, Кудряшов, ведь ты губишь себя, не говоря о безнравственности. Я просто хочу сказать, что вас всех поймают на этом, и ты погибнешь. По Владимирке пойдешь. Боже, боже, вот они, надежды, упования, способные честной юношей. И вдруг Василий Петрович вошел в экстаз и говорил долго и горячо, но Кудряшов совершенно спокойно курил сигару и посматривал на расходившегося друга. — Да, ты, наверное, пойдешь по Владимирке, — закончил Василий Петрович свою Филиппику. — Да, Владимирке, друг мой, очень далеко. Чудной ты человек, я посмотрю, ничего-то ты не понимаешь. Разве я один, как бы повежливей сказать, приобретаю? Все вокруг, самый воздух, и тот, кажется, тащит. Недавно явился к нам один новенький, и стал было по части честности корреспонденции писать. Ну что ж, прикрыли и всегда прикроем. Все за одного, один за всех. Ты думаешь, что человек сам себе враг? Кто же решится меня тронуть, когда через это сам может пошатнуться? — Стало быть, как сказал Крылов, рыльца-то у всех в пушку. — В пушку, в пушку. Все берут с жизни, что могут, они относятся к ней платонически. О чем бишь мы начали говорить? Да, о том, кого я обижаю. Скажи, кого? Низшую братью, что ли? Ну чем? Ведь я черпаю не прямо из источника, а беру готовое, что уже взято. И если не достанется мне, то, может быть, кому-нибудь и похуже. По крайней мере, я не по-свински живу. Есть кое-какие и духовные интересы. Выписываю кучу газет, журналов. Кричат о науке, о цивилизации. А к чему бы эта цивилизация прилагалась, если бы не мы, люди со средствами, и кто бы давал науке возможность двигаться вперед, как не люди со средствами, а их нужно откуда-нибудь взять, так называемыми честными путями. Ах, не доканчивай, не говори ты хоть последнего слова, Николай Константинович. Слово? Что ж, лучше было бы, кривая твоя душа, если бы я стал врать, оправдываться. Воруем, слышишь ли ты? — Да, если правду-то говорить, то и ты теперь воруешь. — Послушай, Кудряшов. — А нечего мне тебе слушать, — сказал со смехом Кудряшов. — Это уж брат-грабитель, под личиной у добродетелей. Но что это за занятие твое учительство? Разве ты уплатишь своим трудом даже те гроши, что тебе теперь платят? Приготовишь ли ты хоть одного порядочного человека? Три четверти из твоих воспитанников выйдут такие же, как и я, а одна четверть — такими, как ты, то есть благонамеренные размазнею. Ну, не даром ли ты берешь деньги, скажи откровенно, и далеко ли ты ушел от меня? А то уже храбреца честность проповедует. — Кудряшов, поверь, что мне чрезвычайно тяжел этот разговор. — А мне нисколько. — Я не ожидал встретить в тебе то, что встретил. — Не мудрено. Люди изменяются, и я изменился. А в какую сторону ты угадать не мог? Не пророк ведь. Не нужно быть пророком, чтобы надеяться, что честный юноша сделается честным гражданином. — Ах, оставь, не говори ты мне этого слова. Честный гражданин. И откуда, из какого учебника ты эту архивность вытащил? Пора бы перестать сентиментальничать, не мальчик ведь. — Знаешь что, Вася? При этом Кудряшов взял Василия Петровича за руку. — Будь другом. Бросим этот проклятый вопрос. Лучше выпьем по-товарищески. — Иван Павлович, дай, брат Бутылочку, вот этого. Иван Павлович немедленно явился с новой бутылкой. Кудряшов налил стаканы. — Выпьем за процветание. Чего бы это? Ну, все равно за наше с тобой процветание. — Пью, — сказал Василий Петрович с чувством. — Пью за то, чтобы ты опомнился. Это мое сильнейшее желание. — Будь друг непоминаний. Ведь если опомнится, так уж пить будет нельзя. Тогда зубы на полку. Ведь какая у тебя логика. Будем пить просто, без всяких пожеланий. Бросим эту скучную конетель. Все равно ни до чего не договоримся. Ты меня на путь истинный не наставишь. Да и я тебя не переспорю. Да и не стоит переспаривать. Собственным умом до моей философии дойдешь. — Никогда! — с жаром воскликнул Василий Петрович, стукнув стаканом об стол. — Ну, это посмотрим. Да что это все я про себя рассказывал, а ты о себе молчишь? Что ты делал? Что думаешь делать? — Я говорил же тебе, что назначен учителем. — Это твое первое место. — Да, первое. Я занимался раньше частными уроками. — И теперь думаешь заниматься ими? — Если найду, отчего же? — Доставим, брат, доставим. Кудряшов хлопнул Василий Петрович по плечу. — Все здешнее юношество тебе в науку отдадим. Почем ты брал за час в Петербурге? — Мало. Очень трудно было доставать хорошие уроки. Рубль два, не больше. — Из-за таких грошей человек терзается. — Ну, здесь меньше пяти и не смей спрашивать. Эта работа трудная. Я сам помню, как на первом и на втором курсе по урочишкам бегал. Бывал, да будешь по полтиннику за час и рад. Самая неблагодарная и трудная работа. Я тебя перезнакомлю со всеми нашими. Тут есть примилое семейство с барышнями. — Будешь умно себя вести? Сосватаю, если хочешь. — А, Василий Петрович? — Да нет, благодарю, я не нуждаюсь. — А, сосватан уже. Правда? Василий Петрович выразил своим видом смущение. — А, по глазам вижу, что правда. Ну, брат, поздравляю, вот как скоро. — Ай да, Вася! — Иван Павлович! — закричал Кудряшов. Иван Павлович с заспанным и сердитым лицом появился в дверях. — Дай шампанского! — Шампанского нету, все вышло, — мрачно отвечал лакей. — Будет, Кудряшов, зачем же это право? — Молчи, я тебя не спрашиваю. Обидеть меня хочешь, что ли? — Иван Павлович, без шампанского не приходить, слышишь? Ступай! — Да ведь заперто, Николай Константинович! — Не разговаривай, деньги у тебя есть, ступай, принеси. Лакей ушел, ворчая, что-то себе под нос. Вот скотина еще разговаривает, а ты еще не на ужина. Если по такому случаю не пить, то для чего и существует шампанское? Ну, кто такая? — Кто? — Ну, она, невеста, бедна, богата, хороша. — Но ты все равно ее не знаешь, так зачем называть ее тебе? Состояния у нее нет, а красота вещусловная. По-моему, красиво. — Карточка есть? — спросил Кудряшов. — Поди при сердце носишь. Покажи. И он протянул руку. Красное от вина лицо Василия Петровича еще более покраснело. Не зная, зачем, он расстегнул стюрток, вынул свою книжку и достал драгоценную карточку. Кудряшов схватил ее и начал рассматривать. — Ничего, брат, ты знаешь, где раки зимуют. — Нельзя ли без таких выражений? — резко сказал Василий Петрович. — Дай ее мне, я спрячу. — Погоди, дай насладиться. Ну, дай вам бог, совет да любовь. На, возьми, положи опять на сердце. — Ах ты чудак, чудак! — воскликнул Кудряшов и расхохотался. — Не понимаю, что ты нашел тут смешного? — А так, братец, смешно стало. Представился мне ты через десять лет. Сам в халате, подурневшая беременная жена, семь человек детей и очень мало денег для покупки им башмаков, штанишек, шапчонок и всего прочего. Вообще проза. — Будешь ли ты тогда носить эту карточку в боковом кармане? — Ты скажи лучше, какая поэзия ждет в будущем тебя? Получать деньги и проживать их? Есть пить да спать? — Не есть пить да спать, а жить. Жить сознанием своей свободы и некоторого даже могущества. — Могущество? Какое у тебя могущество? — Сила в деньгах. А у меня есть деньги. Что хочу, то и сделаю. Захочу тебя купить и куплю. Кудряшов. — Не хорохорься по пусту. Неужели нам с тобою, старым друзьям, нельзя и пошутить друг над другом? Конечно, тебя покупать не стану. Живи себе по-своему. А все-таки что хочу, то и сделаю. — Ах, я дурень-дурень, — вдруг воскликнул Кудряшов, хлопнув себя по лбу. — Сидим столько времени, а я тебе главной достопримечательности-то и не показал. Ты говоришь, есть пить и спать? Я тебе сейчас такую штуку покажу, что ты откажешься от своих слов. Пойдем, возьми свечу. — Куда это, — спросил Василий Петрович. — За мной. Увидишь, куда. Василий Петрович, встав со стула, чувствовал себя не в полном порядке. Ноги не совсем повиновались ему, и он не мог держать подсвечник так, чтобы стеарин не капал на ковер. Однако, несколько справившись с непослушными членами, он пошел за Кудряшовым. Они прошли несколько комнат, узенький коридор и очутились в каком-то сыром и темном помещении. Шаги глухо стучали по каменному полу, шум, падающий где-то струи воды, звучал бесконечным аккордом. С потолка висели сталактиты и стуфа из синеватого литого стекла. Целые искусственные скалы возвышались здесь и там. Масса тропической зелени прикрывала их, а в некоторых местах блестели темные зеркала. — Что это такое? — спросил Василий Петрович. — Акварий, которому я посвятил два года времени и много денег. Подожди, я сейчас освещу его. Кудряшов скрылся за зелень, а Василий Петрович подошел к одному из зеркальных стекол и начал рассматривать, что было за ним. Слабый свет одной свечки не мог проникнуть далеко в воду. Но рыбы, большие и маленькие, привлеченные светлой точкой, собрались в освещенном месте и глупо смотрели на Василия Петровича круглыми глазами, раскрывая и закрывая рты и шевеля жабрами и плавниками. Дальше виднелись темные очертания водорослей. Какая-то гадина шевелилась в них. Василий Петрович не мог рассмотреть ее формы. Вдруг поток ослепительного света заставил его на мгновение закрыть глаза. И когда он открыл их, то не узнал аквария. Кудряшов в двух местах зажег электрические фонари. Свет их проходил сквозь массу голубоватой воды, кишащую рыбами и другими животными, наполненную растениями, резко выделявшимися на неопределенном фоне, своими кроваво-красными, бурыми и грязно-зелеными силуэтами. Скалы и тропические растения, от контраста сделавшиеся еще темнее, красиво обрамляли толстые зеркальные стекла, сквозь которые открывался вид на внутренность аквария. В нем все закопошилось, заметалось, испуганное ослепительным светом, целая стая маленьких большеголовых бычков носилась туда и сюда, поворачиваясь точно по команде. Стерляди извивались, прильнув мордой к стеклу, и то поднимались до поверхности воды, то опускались ко дну, точно хотели пройти через прозрачную твердую преграду. Черный гладкий угорь зарывался в песок аквария и поднимал целое облако мути. Смешная кургузая каракатица отцепилась от скалы, на которой сидела, и переплывала акварий толчками, задом наперед, волоча за собой свои длинные щупала. Все вместе было так красиво и ново для Василия Петровича, что он совершенно забылся. — Каково, Василий Петрович? — спросил Кудряшов, выйдя к нему. — Чудесно, брат, удивительно! Как это ты все устроил! Сколько вкуса, эффекта! — А прибавь еще и знания! Нарочно в Берлин ездил посмотреть тамошнее чудо, и, не хвастая, скажу, что мой, хотя и уступает, конечно, по величине, но насчет изящества и интересности — нисколько. — Это моя гордость и утешение! Как скучно станет! Придешь сюда, сядешь и смотришь по целым часам. Я люблю всю эту тварь за то, что она откровенно не так, как наш брат-человек. Жрет друг друга и не конфузится. О, смотри, смотри! Видишь, нагоняет! Маленькая рыбка порывисто металась вверх и вниз и в стороны, спасаясь от какого-то длинного хищника. В смертельном страхе она выбрасывалась из воды на воздух, пряталась под уступы скалы, а острые зубы везде нагоняли ее. Хищная рыба уже готова была схватить ее. Как вдруг другая, подскочив сбоку, перехватила добычу. Рыбка исчезла в ее пасти. Преследовательница остановилась в недоумении, а похитительница скрылась в темный угол. — Перехватили! — сказал Кудряшов. — Дура! Осталось ни при чем. Стоило гоняться для того, чтобы из-под носа выхватили кусок. Сколько, если бы ты знал, они пожирают этой мелкой рыбицы. Сегодня напустишь целую тучу, а на другой день уже все съедено. Съедят и не помышляют о безнравственности. А мы? Я только недавно отвык от этой ерунды, Василий Петрович. — Неужели ты, наконец, не согласишься, что это ерунда? — Что такое? — спросил Василий Петрович, не отрывая глаз от воды. — Да вот эти угрызения! На что они? Угрызайся, не угрызайся, а если попадется кусок! Ну, я и упразднил их, угрызения эти. И стараюсь подражать этой скотине! Он показал пальцем на акварию. — Вольному воля, — сказал с вздохом Василий Петрович, — послушай, Кудряшов, ведь это, кажется, морские растения и животные. — Морские? И вода ведь у меня морская, нарочно водопроводу строил. — Неужели из моря? Но ведь это должно стоить огромных денег. — Не маленьких. Акварий мой стоит около тридцати тысяч. — Тридцать тысяч, — воскликнул в ужасе Василий Петрович, — при тысяче шестистах рублей жалованье. — Да брось ты это ужасанье! Если насмотрелся, пойдем. Должно быть, Иван Павлович принес требуемое. Подожди только, я разомкну ток. Акварий вновь погрузился во мрак. Свеча, продолжавшая гореть, показалась Василию Петровичу тусклым коптящим огоньком. Когда они вышли в столовую, Иван Павлович держал уже на готове завернутую в салфетку бутылку. Конец рассказа встречи Секция пятнадцатая Рассказов для детей и взрослых Всеволода Гаршина Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Рассказ художники Первое. Дедов Сегодня я чувствую себя так, как будто бы гора свалилась с моих плеч. Счастье было так неожиданно. Долой инженерские погоны, долой инструменты и сметы. Но не стыдно ли так радоваться смерти бедной тетки, только потому что она оставила наследство, дающее мне возможность бросить службу? Правда, ведь она, умирая, просила меня отдаться вполне моему любимому занятию. И теперь я радуюсь, между прочим, и тому, что исполняю ее горячее желание. Это было вчера, какую изумленную физиономию сделал наш шеф, когда узнал, что я бросаю службу. А когда я объяснил ему цель, с которой я делаю это, он просто разинул рот. Из любви к искусству. Подавайте прошение. И не сказал больше ничего, повернулся и ушел. Но мне ничего больше и не было нужно. Я свободен. Я художник. Не верх ли это счастья? Мне захотелось уйти куда-нибудь подальше от людей и от Петербурга. Я взял ялик и отправился на взморье. Вода, небо, сверкающий вдали на солнце город, синие леса, окаймляющие берега залива, верхушки мачт на кронштадтском рейде, десятки пролетавших мимо меня пароходов и скользивших парусных кораблей, и лайб. Все показалось мне в новом свете. Все это мое. Все это в моей власти. Все это я могу схватить, бросить на полотно и поставить перед изумленную силой искусства толпою. Правда, не следовало бы продавать шкуру еще не убитого медведя, но ведь пока я еще не бог знает какой великий художник. Ялик быстро разрезал гладь воды. Яличник, рослый, здоровый и красивый парень в красной рубахе, без устали работал веслами. Он то нагибался вперед, то откидывался назад, сильно подвигая лодку при каждом движении. Солнце закатывалось и так эффектно играло на его лице и на красной рубахе, что мне захотелось набросать его красками. Маленький ящик с холстиками, красками и кистями всегда при мне. — Перестань грести и посиди минутку смирно. Я тебя напишу, — сказал я. Он бросил весла. Ты сядь так, будто весла заносишь. Он взялся за весла, взмахнул ими, как птицы, крыльями, и так и замер в прекрасной позе. Я быстро набросал карандашом контур и принялся писать. С каким-то особенно радостным чувством я мешал краске. Я знал, что ничто не оторвет меня от них уже всю жизнь. Я личник скоро начал уставать. Его удалое выражение лица сменилось вялым и скучным. Он стал зевать и один раз даже утер рукавом лицо. Для чего ему нужно было наклониться головою к веслу? Складки рубахи совсем пропали. Такая досада! Терпеть не могу, когда натура шевелится. — Сиди, братец, смирнее! Он усмехнулся. — Чего ты смеешься? Он конфузливо ухмыльнулся и сказал. — Да чудно, барин! Чего ж тебе чудно? — Да и будто я редкостный какой, что меня писать, будто картину какую. Картина и будет, друг любезный. — Ну что же она вам? — Для учения. Вот попишу, попишу маленькие. Буду и большие писать. — Большие? Хоть в тресажение. Он замолчал и потом серьезно спросил. — Что ж вы поэтому и образа можете? — Могу и образа, только я пишу картины. — Так. Он задумался и снова спросил. — На что же они? Что такое? — Картины эти. Конечно, я не стал читать ему лекции о значении искусства, а только сказал, что за эти картины платят хорошие деньги, рублей по тысяче, по две и больше. Я, личник, был совершенно удовлетворен и больше не заговаривал. Этюд вышел прекрасный. Очень красивы эти горячие тоны освещенного заходящим солнцем кумача. И я возвратился домой совершенно счастливым. — Два. Рябинин. Передо мною стоит в натянутом положении старик Тарас, натурщик, которому профессор Энн велел положить рука на голову, потому что это очень классический поза. Вокруг меня целая толпа товарищей, так же, как и я, сидящих перед мольбертами с палитрами и кистями в руках. Впереди всех дедов, хотя и пейзажист, но усердно пишет Тараса. В классе запах красок, масло, терпентина и мертвая тишина. Каждые полчаса Тарасу дается отдых. Он садится на край деревянного ящика, служащего ему пьедесталом, и из натуры превращается в обыкновенного голого старика. Тараса разминает свои оцепеневшие от долгой неподвижности руки и ноги, обходится без помощи носового платка и прочее. Ученики теснятся около мольбертов, рассматривая работы друг друга. У моего мольберта всегда толпа, а я очень способный ученик академии, и подаю огромные надежды сделаться одним из наших корифеев. По счастливому выражению известного художественного критика господина В.С., который уже давно сказал, что из Рябинина выйдет толк. Вот отчего все смотрят на мою работу. Через пять минут все снова усаживаются на листа, Тарас влезает на пьедестал, кладет руку на голову, и мы мажем, мажем, и так каждый день. — Скучно, не правда ли? Да я и сам давно убедился в том, что все это очень скучно. Но как локомотиву с открытую паропроводную трубою предстоит одно из двух — катиться по рельсам до тех пор, пока не истощится пар, или, соскочив с них, превратиться из стройного железно-медного чудовища в груду обломков, так и мне. — Нет. Я на рельсах. Они плотно обхватывают мои колеса. И если я сойду с них, что тогда? Я должен во что бы то ни стало докатиться до станции, несмотря на то, что она, эта станция, представляется мне какой-то черной дырой, в которой ничего не разберешь. Другие говорят, что это будет художественная деятельность. Что это нечто художественное? Спора нет. Но что это деятельность? Когда я хожу по выставке и смотрю на картины, что я вижу в них? Холст, на который наложены краски, расположенные таким образом, что они образуют впечатления, подобные впечатлениям от различных предметов. Люди ходят и удивляются. Как это они, краски, так хитро расположены? И больше ничего. Написаны целые книги, целые горы книг об этом предмете. Многие из них я читал. Но из тенов, карьеров, куглеров и всех, писавших об искусстве, до прудона включительно, не явствует ничего. Они все толкуют о том, какое значение имеет искусство, а в моей голове при чтении их непременно шевелится мысль. Если оно имеет его. Я не видел хорошего влияния хорошей картины на человека. Зачем же мне верить, что оно есть? Зачем верить? Верить-то мне нужно, необходимо нужно. Но как поверить? Как убедиться в том, что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любопытству толпы? И хорошо еще, если только любопытству, а не чему-нибудь иному, возбуждению скверных инстинктов, например, и тщеславию какого-нибудь разбогатевшего желудка на ногах, который не спеша подойдет к моей пережитой, выстраданной, дорогой картине, писанной не кистью и красками, а нервами и кровью, и пробурчит. А-а-а! Ничего себе! Сунет руку в оттопырившийся карман, бросит мне несколько сот рублей и унесет ее от меня. Унесет вместе с волнением, с бессонными ночами, с огорчениями и радостями, с обольщениями и разочарованиями. И снова ходишь, одинокий, среди толпы. Машинально рисуешь натурщика вечером, машинально пишешь его утром, возбуждая удивление профессоров и товарищей быстрыми успехами. Зачем делаешь все это? Куда идешь? Вот уже четыре месяца прошло с тех пор, как я продал свою последнюю картинку, а у меня еще нет никакой мысли для новой. Если бы выплыло что-нибудь в голове, хорошо было бы. Несколько времени полного забвения. Ушел бы в картину, как в монастырь, думал бы только о ней одной. Вопросы куда, зачем, во время работы исчезают. В голове одна мысль, одна цель, и приведение ее в исполнение доставляет наслаждение. Картина «Мир, в котором живешь и перед которым отвечаешь». Здесь исчезает житейская нравственность. Ты создаешь себе новую в своем новом мире, и в нем чувствуешь свою правоту, достоинство или ничтожество, и ложь по-своему, независимо от жизни. Но писать всегда нельзя. Вечером, когда сумерки прервут работу, вернешься в жизнь и снова слышишь вечный вопрос. Зачем? Не дающий уснуть, заставляющий ворочаться на постели в жару, смотреть в темноту, как будто бы где-нибудь в ней написан ответ. И засыпаешь под утро мертвым сном, чтобы, проснувшись, снова опуститься в другой мир сна, в котором живут только выходящие из тебя самого образы, складывающиеся и проясняющиеся перед тобою на полотне. — Что вы не работаете, Ребинин? — громко спросил меня сосед. Я так задумался, что вздрогнул, когда услыхал этот вопрос. Рука с палитрой опустилась, полость уртука попала в краски и вся вымазалась, кисти лежали на полу. Я взглянул на этюд. Он был кончен. И хорошо кончен. Тарас стоял на полотне, как живой. — Я кончил, — ответил я соседу. Кончился и класс. Натурщик сошел с ящика и одевался. Все, шумя, собирали свои принадлежности. Поднялся говор. Подошли ко мне. Похвалили. — Медаль, медаль, лучший этюд, — говорили некоторые. Другие молчали. Художники не любят хвалить друг друга. Три. Дедов. — Кажется, мне я пользуюсь между моими товарищами и учениками уважением. Конечно, не без того, чтобы на это не оказывал влияние мой сравнительно с ними солидный возраст. Во всей академии один только вольский старше меня. Да, искусство обладает удивительной притягательной силой. Этот вольский отставной офицер, господин лет сорока пяти, с совершенно седою головой. Поступить в таких летах в академию, снова начать учиться. Разве это не подвиг? Но он упорно работает, летом с утра до вечера пишет этюды во всякую погоду, с каким-то самоотвержением. Зимою, когда светло, постоянно пишет, а вечером рисует. За два года он сделал большие успехи, несмотря на то, что судьба не наградила его особенно большим талантом. Вот Рябинин другое дело, чертовски талантливая натура, но зато лентяй ужасный. Я не думаю, чтобы из него вышло что-нибудь серьезное, хотя все молодые художники его поклонники. Особенно мне кажется странным его пристрастие к так называемым реальным сюжетам. Пишет лапти, онучи и полушубки, как будто бы мы недовольно насмотрелись на них в натуре. А что главное, он почти не работает, иногда засядет и в месяц окончит картинку, о которой все кричат, как о чуде, находя, впрочем, что техника оставляет желать лучшего. По-моему, техника у него очень-очень слаба. А потом бросит писать, даже этюды, ходит мрачный и ни с кем не заговаривает, даже со мной. Хотя, кажется, от меня он удаляется меньше, чем от других товарищей. Странный юноша, удивительными мне кажутся эти люди, не могущие найти полного удовлетворения в искусстве. Не могут они понять, что ничто так не возвышает человека, как творчество. Вчера я кончил картину, выставил, и сегодня уже спрашивали о цене. Дешевле трехсот не отдам. Давали уже двести пятьдесят. Я такого мнения, что никогда не следует отступать от раз назначенной цены. Это доставляет уважение. А теперь тем более не уступлю, что картина, наверное, продастся. Сюжет из ходких и симпатичный. Зима, закат, черные стволы на первом плане резко выделяются на красном зареве. Так пишет Ка. И как они идут у него. В одну эту зиму, говорят, до двадцати тысяч заработал. Не дурно. Жить можно. Не понимаю, как это ухитряются бедствовать некоторые художники. Вот у Ка ни один холстик даром не пропадает. Все продается. Нужно только прямее относиться к делу. Пока ты пишешь картину, ты художник, творец. Написана она. Ты торгаш. И чем ловче ты будешь вести дело, тем лучше. Публика часто тоже норовит надуть нашего брата. Четыре. Рябинин. Я живу в пятнадцатой линии на Среднем проспекте. И четыре раза в день прохожу по набережной, где пристают иностранные пароходы. Я люблю это место за его пестроту, оживление, толкотню и шум. И за то, что оно дало мне так много материала. Здесь, смотря на паденщиков, таскающих кули, вертящих ворота и лебедки, возящих тележки со всякой кладью, я научился рисовать трудящегося человека. Я шел домой с дедовым, пейзажистом, добрый и невинный, как сам пейзаж человек, и страстно влюблен в свое искусство. Вот для него так уж нет никаких сомнений. Пишет, что видит. Увидит реку и пишет реку. Увидит болото сосоками и пишет болото сосокою. Зачем ему эта река и это болото? Он никогда не задумывается. Он, кажется, образованный человек, по крайней мере, кончил курс инженером. Службу бросил, благо явилось какое-то наследство, дающее ему возможность существовать без труда. Теперь он пишет и пишет. Летом сидит с утра до вечера на поле или в лесу за этюдами. Зимой без устали компонует закаты, восходы, полдни, начало и концы дождя, зимы, весны и прочее. Инженерство свое забыл и не жалеет об этом. Только когда мы проходим мимо пристани, он часто объясняет мне значение огромных чугунных и стальных масс, частей машин, котлов и разных разностей, выгруженных с парохода на берег. «Посмотреть, какое котлище притащили!» — сказал он мне вчера, ударив тростью в звонкий котел. «Неужели у нас не умеют их делать?» — спросил я. «Делают и у нас, да мало, не хватает. Видите, какую кучу привезли, и скверная работа, придется здесь чинить, видите, шов расходится. Вот тут тоже заклепки расшатались. Знаете ли, как эта штука делается? Это, я вам скажу, адская работа. Человек садится в котел и держит заклепку изнутри клещами, что есть силы, напирая на них грудью. А снаружи мастер колотит по заклепке молотом и выделывает вот такую шляпку». Он показал мне на длинный ряд выпуклых металлических кружков, идущих по шву котла. «Дедов, ведь дед все равно, что по груди бить». «Все равно. Я распробовал был забраться в котел, так после четырех заклепок еле выбрался, совсем разбило грудь. А эти как-то ухитряются привыкать. Правда, и мрут они, как мухи. Год-два вынесет, а потом, если и жив, то редко куда-нибудь годен. Извольте-ка целый день выносить грудью удары здоровенного молота, да еще в котле, в духоте, согнувшись в три погибели. Зимой железо мерзнет, холод, а он сидит или лежит на железе. Вон в том котле, видите, красный, узкий, так и сидеть нельзя. Лежи на боку, да подставляй грудь. Трудная работа этим глухарям. Ну да, рабочие их так прозвали. От этого трезвона они часто глохнут. И вы думаете, много они получают за такую каторжную работу? Гроши! Потому что тут ни навыка, ни искусство не требуется, а только мясо. Сколько тяжелых впечатлений на всех этих заводах, Хребинин, если бы вы знали. Я так рад, что разделался с ними навсегда. Просто жить тяжело было сначала, смотря на эти страдания. То ли дело с природою. Она не обижает. Да и ее не нужно обижать, чтобы эксплуатировать ее, как мы, художники. Поглядите-ка, поглядите, каков сероватый тон. Вдруг перебил он сам себя, показывая на уголок неба. Пониже, вон там, под облачком. Прелесть! С зеленоватым оттенком. Ведь вот напиши так, ну, точно так. Не поверят. А ведь не дурно. А? Я выразил свое одобрение, хотя, по правде сказать, не видел никакой прелести в грязно-зеленом калачке петербургского неба, и перебил дедова, начавшего восхищаться еще каким-то тонком около другого облачка. Скажите мне, где можно посмотреть такого глухаря? Поедемте вместе на завод, я вам покажу всякую штуку, если хотите, даже завтра. Да уж не вздумалось ли вам писать этого глухаря? Бросьте, не стоит. Неужели нет ничего повеселее? А на завод, если хотите, хоть завтра. Сегодня мы поехали на завод и осмотрели все. Видели и глухаря. Он сидел, согнувшись в комок, в углу котла и подставлял свою грудь под удары молота. Я смотрел на него полчаса. В эти полчаса молот поднялся и опустился сотни раз. Глухарь корчился. Я его напишу. Пять. Дедов. Рябинин выдумал такую глупость, что я не знаю, что о нем и думать. Третьего дня я возил его на металлический завод. Мы провели там целый день, осмотрели все. Причем я объяснял ему всякие производства. К удивлению моему, я забыл очень немногое из своей профессии. Наконец я привел его в котельное отделение. Там в это время работали над огромнейшим котлом. Рябинин влез в котел и полчаса смотрел, как работник держит заклепки клещами. Вылез оттуда бледный и расстроенный. Всю дорогу назад молчал. А сегодня объявляет мне, что уже начал писать этого рабочего глухаря. Что за идея? Что за поэзия в грязи? Здесь я могу сказать, никого и ничего не стесняясь, то, чего, конечно, не сказал бы при всех. По-моему, вся эта мужичья полоса в искусстве — чистое уродство. Кому нужны эти пресловутые репинские бурлаки? Написаны они прекрасно, нет спора. Но ведь и только. Где здесь красота, гармония, изящная? А нет для воспроизведения ли изящного в природе и существует искусство? То ли дело у меня. Еще несколько дней работы, и будет кончено мое тихое майское утро. Чуть колышется вода в пруде. Ивы склонили на него свои ветви. Восток загорается. Мелкие перистые облачка окрасились в розовый цвет. Женская фигурка идет с крутого берега с ведром за водой, спугивая стаю уток. Вот и все. Кажется, просто. А между тем я ясно чувствую, что поэзии в картине вышла пропасть. Вот это искусство. Оно настраивает человека на тихую, кроткую задумчивость, смягчает душу. А рябининский глухарь ни на кого не подействует, уже потому, что всякий постарается поскорее убежать от него, чтобы только не мозолить себе глаза этими безобразными тряпками и этой грязной рожей. Странное дело. Ведь вот в музыке не допускаются режущие ухо, неприятные созвучия. Отчего же у нас в живописи можно воспроизводить положительно безобразные, отталкивающие образы? Нужно поговорить об этом с Эл. Он напишет статейку и, кстати, прокатит рябинина за его картину. И стоит. Конец первой части рассказа художники. Окончание следует.